У нас есть дефицит кредитных ресурсов в Приднестровье, у нас внешние займы, да, банки занимаются этим процессом, но, как правило, это только Российская Федерация, то есть другие международные финансовые структуры, они не кредитуют Приднестровских, ни банков, ни предприятий. Другое дело, что отдельные предприятия через свои различные аффилированные дочерние структуры по иным схемам, они иногда получают внешние кредиты по своим прямым каналам, но это бывает очень редко, и это только для очень крупного, большого бизнеса. По такой схеме работал металлургический завод раньше, немного работал Терратекс, в любом случае таких предприятий можно пересчитать на пальцах одной руки, их очень мало было, и это существенно не меняет картину по кредитам, по спросу и по предложению, которое сегодня сложилось в Приднестровье. В Приднестровье получить кредит очень ограничено. Начнем с того, что кредитные банки все объявляют о готовности предоставить кредит, но важнейшие условия у них являются предоставление гарантии или залогов под кредиты. Для стартапов это проблема номер один. Ни в нет ничего, бизнес не начался. Поэтому на что они могут рассчитывать? Они могут рассчитывать на некие гарантийные подтверждения, гарантийные письма, которые дадут для них некие структуры, с которыми у них есть определенные отношения. Может родственные, может еще какие-то приятельские. Но если ни того, ни другого нету, то им просто в коммерческой банке делать нечего. То есть коммерческие банки без залогов, без гарантий кредит человеку не дадут. Когда мы говорим о льготном кредитовании, то здесь он находится в пределах от 5 до 7 процентов в зависимости от срока кредитования, от цели кредитования. Или это оборотный капитал, пополнение оборотного капитала, или это приобретение основных средств, или это, например, на раскачевку садов старых, как есть несколько примеров таких линьки. Поэтому зависит от целей, сроков и так далее. Первый шлагбаум, который всегда встречают начинающие предприниматели, это условия залога или гарантии. И второй барьер, все-таки это барьер, это стоимость кредитов. Потому что для, например, физических лиц это стоимость порядка 20 процентов. Ну, правда, если это в рублях, например, это даже больше 20 может быть. Если это в валюте, то все равно это 18 процентов, например, 20. Для физических, для юридических лиц процентные ставки ниже, но все равно достаточно высокие. То есть если в валюте, это 15-18 процентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова